Ежегодно 10 марта в России отмечается День архивов. Этот профессиональный праздник был установлен в 2003 году, однако сама история официального начала развития архивного дела в стране гораздо более давняя. 10 марта, а по старому стилю, 28 февраля 1720 года, Петром I был подписан первый в России государственный акт, генеральный регламент или устав. Этот документ определил основы организации государственного управления в стране и вел во всех госорганах власти архивы и государственную должность архивариуса, которого тогда называли актуариусом. Ему было предписано, письма прилежно собирать, он им реестры чинить, листы перемечивать. Так было положено начало деятельности Государственной архивной службы России. Она призвана донести до потомков документальную часть историко-культурного наследия. Архивы содержат важнейшие сведения и документы. Они отражают разные сферы жизни общества и имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение. Архивисты Хабаровского окрая в марте отмечают не только профессиональный праздник, но и вековой юбилей создания архивной службы региона. Отчет ее развития ведется с марта 1923 года, когда в Хабаровске было создано уездное архивное бюро. Какие данные хранят в архиве? Кому и для чего они могут быть полезны? В студии Наталья Осипова, консультант отдела реализации государственной политики и контрольных полномочий в сфере архивного дела Комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского окрая. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. В общем, что попадает в архив? Какие документы? Потому что, мне кажется, очень много бумажек, документов, разных жизнедеятельностей людей, организаций, копится. Но не все же подряд в архив идет. Естественно, документов создается масса в деятельности любой организации, но в архив поступают только наиболее ценные из них. Ну, в первую очередь, это документы, отражающие деятельность органов власти всех уровней. Это документы градообразующих предприятий, документы организации различных сфер деятельности, таких как культура, наука, искусство, образование, медицина. И то, что очень важно для большинства людей, это документы по личному составу, в которых зафиксированы факты их трудовой деятельности и размер оплаты их труда. То есть, получается, про организацию понятно, вот какой тип документов попадает в архив. А вот документы, которые касаются вообще непосредственно каких-то людей, физических лиц, назовем их так, вот тут какие документы в архиве хранятся? В архив передают документы, во-первых, это приказы по личному составу, в которых как раз фиксируется факт вашего приема на работу, все перемещения, связанные с вашей трудовой деятельностью, все доплаты, которые вам работодатель начисляет, ваши поощрения, которые тоже бывают в деятельности заслуженных работников каждой отрасли, и как итог ваше увольнение с работы. Обязательно заработная плата, потому что у нас зачастую нужны эти сведения для начисления определенных выплат, в том числе, например, сейчас по больничному листу расчет ведется за два последних года, для начисления размера оплаты декретных выплат и так далее. А кроме трудовых документов какие-то родился, женился, там личные, хранится в архиве? То, что касаемо фактов регистрации, актов гражданского состояния, данные документы также поступают на хранение, но спустя 100 лет. То есть 100 лет они хранятся в органах ЗАГС, а по истечении этого срока уже передаются на постоянное хранение. А вот такой исторический блок, что в него попадает? То есть что-то можно найти, документы, может быть, на какую тему? Вообще тематика может быть самая разнообразная. Хранению подлежат документы, которые фиксируют наиболее интересные, значимые события жизни общества, государства и людей в целом. Благодаря тому, что у нас есть такие документы, как фотографии, аудио, видеозаписи, мы с вами можем видеть, например, как выглядели наши предшественники, какие события происходили в городе, в крае в определенные дни, как все это происходило, как отмечали, чем жил город, край в эти периоды жизни. Но вообще, если не ошибаюсь, то систематизация данных и хранения у госархивов это не единственная функция, ведь есть ведь еще важное направление в вашей работе. Правильно я понимаю? Конечно. То, что мы обязаны принять и систематизировать для определенного хранения, это одна из многих направлений деятельности. Большой блок работ занимает обеспечение сохранности документов, потому что многие из них хранятся либо постоянно, а это огромный срок по человеческим меркам, либо временно, но достаточно долго, 50-75 лет, это что касаемо документов по личному составу. Поэтому создать оптимальные условия для сохранности, для того, чтобы документы и дальше служили интересам общества, государства и граждан, это большая задача, которая стоит перед каждым архивным работником. Кроме того, мы же не просто храним документы, мы их активно используем для различных целей. Поэтому, конечно, работы в архивах очень и очень много. Документы, как правило, хранят какую-то информацию, зачастую полезную информацию, она требуется и спустя года. Кто чаще всего обращается в архивы за информацией? Ну, конечно, традиционно первое место по обращениям это запросы социально-правового характера конкретных граждан. Бывают ситуации, когда нужно подтвердить стаж, а организация уже прекратила свое существование. Где найти сведения за 80-е, 90-е, даже 2000-е годы? В архиве. Поэтому люди обращаются туда. Плюс, ну, бывают разные ситуации в плане того, что когда нужно, например, оформить пенсию по потере кормильца для ребенка, оставшегося без родителей, для каких-то расчета социальных выплат, всегда нужны документы. Плюс у нас в последнее время прям просто бум запросов, они неуклонно растут, связанные с генеалогией. Все мы хотим знать, откуда мы произошли. Кто рано или поздно корням тянет. Да, кто наши родственники были, где они жили и так далее. И вот люди действительно сейчас этим увлекаются направлением, активно ищут информацию о своих родственниках. То есть можно обратиться, вы поможете, да? В архивы? Ну, вообще генеалогические запросы – это запросы, связанные с предоставлением платных услуг архивами. Поэтому либо гражданин производит поиски самостоятельно, бесплатно, либо при участии соответствующих специалистов. А вот как вообще обратиться к архивам? Это можно очно сделать или там можно, то есть удаленно, либо лично прийти? Какой вообще вот этот механизм и путь? Ну, на сегодняшний день в основном, конечно, обращаются в архиве лично. То есть вы приходите, пишете заявление соответствующее, либо если вы являетесь представителем организации, ищете какие-то сведения по истории вашего учреждения, вы приносите письмо от руководителя организации, где вы указываете, что вы хотите найти, для каких целей, потому что не все документы могут быть выданы. Есть определенные ограничения, и на них также распространяется ряд федеральных законов, связанных с этим. Если вы просто, скажем, любитель-исследователь, приходите, написали заявление, вам предоставили документы, вы их изучаете в читальном зале. Но несколько лет назад для того, чтобы упростить, так сказать, поиск и нужная информация, особенно тем, кто не проживает в городе Хабаровске, у нас был организован и функционирует электронный читальный зал. Была создана единая архивная информационная система Хабаровского края. Как раз комитет по делам ЗАГСа и архивов организовал эту работу. Правительство края выделило финансирование. И сейчас любой желающий может зарегистрироваться в читальном зале и при наличии оцифрованного массива документов получить его. Сегодня единственное пока что ограничение – это только то, что не все документы оцифрованы, эта работа продолжается, она планомерная. И у нас пока электронный читальный зал работает только на базе документов Государственного архива Хабаровского края. Но уже для того, чтобы мы могли хотя бы ориентироваться, что хранится в архивах, у нас есть путеводители, это списки фондов, описи дел, всех 21-го архивного учреждения Хабаровского края в этой системе. Я уверен на 100%, что там огромное количество интересной информации, которая касается истории края, истории каких-то отдельно взятных людей, известных людей. Но если я приду в архив, я ткнусь носом в эти огромные полки, я не найду ничего полезного. Вот вы знаете, где что хранится, систематизируете эту информацию. И вот что интересно, делитесь вы ей в каких-то просветительских целях? И бывают какие-то лекции для людей, которые приходят, для жителей? Обязательно. Во-первых, популяризация архивной деятельности – это одно из основных направлений работы любого архивного учреждения. Мы работаем для людей прежде всего. И люди должны понимать важность архивов, потому что зачастую так складываются обстоятельства, что хотя бы раз в жизни мы каждый обращаемся в архив за поиском нужной информации. Поэтому для того, чтобы люди имели представление, как организован архив, как работают специалисты архивной службы края, что мы храним, для чего. У нас ежегодно во всех архивах нашего края проходят дни открытых дверей, когда любой желающий может прийти и посмотреть изнутри вот эту вот кропотливую, каждодневную, для кого-то рутинную, но очень важную работу. А, например, лекции по нашему региону, каких-то исторических свадок, сфотках – такие проводят мероприятия? Обязательно. У нас проходят школьные уроки для учащихся разного возраста. И, соответственно, подбирается тематика, которая будет интересна деткам и более взрослым, учащимся, в том числе и студентам. А для людей, которые уже давным-давно завязали с обучением в различных учебных заведениях, там, школы, институты, просто, ну вот я приду, там, соберем группу людей какую-то, вот, захотим, вот, сотрудниками нашей организации телевизионы, вот, пойти и что-то узнать по истории региона. Такое вообще возможно? Я думаю, возможно. Архивист любой не упустит никогда возможность показать свою работу и обратить внимание на архивные документы. Поэтому было бы желание, а возможность найдется. Спасибо большое. Мы вас поздравляем с праздником, получается, и сегодняшним, и со столетием. Тоже поздравляем, поздравляем вас и ваших коллег. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Наталья Осипова, консультант отдела реализации государственной политики контрольных полномочий в сфере архивного дела Комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края. Продолжение следует... Продолжение следует...